Мышиная лихорадка – инфекционные заболевания, связанные с началом дачного сезона и сельскохозяйственных работ. Ежегодно в стране регистрируется около 7 тысяч случаев инфицирования. В Сарове в этом году заболело 16 человек. Заболеваемость выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. Ежегодно, весной и осенью, наша лаборатория проводит отлов грызунов и их исследования. И каждый год выявляются зараженные грызуны, что и способствует распространению данного заболевания. Заразиться лихорадкой можно по-разному. На садовых участках при работе с землей, сеном, во время сухой уборки садовых домиков и при разборе старых деревянных конструкций, а также в гаражах и на природе. Источником заражения для людей являются мелкие лесные млекопитающие. От человека к человеку заболевание не передается. Основной путь заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – воздушно-полевой. То есть вирус вместе с выделениями грызунов через дыхательные пути человека разносится уже по всем остальным органам. Инкубационный период болезни длится от 4 до 49 дней, в среднем 2-3 недели. Болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, сопровождается ознобом, головной болью, жаждой. Появляются боли в глазных яблоках, ухудшается зрение, возникают боли в животе и пояснице, снижается количество выделяемой мочи вплоть до полного прекращения. Специфического лечения геморрагической лихорадки не существует. Однако следует отметить, что после того, как человек переболел, у него вырабатывается пожизненный иммунитет. Для того, чтобы избежать заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, необходимо соблюдать в принципе несложные правила. Если вы на своем дачном участке или в домике загородном, либо в гараже увидели живых грызунов, либо следы их жизнедеятельности, то нужно провести диротизацию и после этого обязательно провести влажную уборку с применением моющих и ДЭС-средств. При отсутствии своевременной помощи заболевание может стать причиной серьезных осложнений и летального исхода. Только обращение за медицинской помощью может сохранить здоровье и вернуть его к нормальной жизни. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.